Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследовать. Пункт есть. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Наука сталкивается с необъяснимым. Уникальные факты. Лыше, лыше. И доказательства существования жизни после смерти. С детства я уже видела призраков духа. Как объяснить этот феномен? Оно как-то продефилировало наверх. Почему жители этой деревни боятся привидений? У одного, по-моему, даже птички не было. Как эти люди установили контакт с духом покойного сына? Душа вечно. Но кто пошел дальше? Кто еще звонит на их небесный телефон? Торин приходил. Винин пытался приходить. Как объяснить феномен клинической смерти? Это моя фотография в гробу. Никто оттуда на самом деле не возвращался. И уникальный эксперимент программы. Пытаемся вызвать дух Сергея Сергеевича Бодрова. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ Я раскрою все тайны. Рано или поздно каждый из нас перешагнет черту, отделяющую жизнь от смерти. Что ждет за ней, точно не знает никто. Что такое смерть на самом деле? Дверь в вечную жизнь? Или дорога в никуда? Существуют ли духи умерших? Призраки? Что говорят люди, которые вернулись с того света? И есть ли жизнь после смерти? Я начинаю свое расследование. Свидетельств существования поведений множество. Это видео снято на камеру мобильного телефона. Белесая расплющитая фигура появляется на кладбище за надгробием. На этом призрак бродит по подземной парковке. Этот якутский школьник снимал теннисный матч своих товарищей. Съемку прервала темная фигура, мелькнув в дверном проеме. Это кадры обычной квартиры. Призрак ходит по коридору. А это видео сняла скрытая камера, установленная в лифте офисного здания в одном из городов Сингапура. Когда эти двое молодых людей заходили в лифт, в нем никого не было. Когда выходили, за их спинами оказался призрак старухи. Эти кадры зафиксировали камеры наблюдения, установленные в Тольяттинском краеведческом музее. Серое пятно на экране монитора, медленно перемещающийся по залу выставки продажи, заметила смотрительница. Оно как-то продефилировало наверх, повисело под самым потолком. И спокойно спустилась. А когда она начала проводить рукой, практически по нему, оно медленно и нехотя, как бы вот сползло в витрину. Следом прибежала еще одна сотрудница и попыталась дотянуться до призрака. Заместитель директора музея потрясена. Камеры, установленные в залах, срабатывают только на движение. Значит, привидение действительно существует. В кадре никого из людей нет, только это пятно, а камера ведет запись. Вот привидение робко следует за девушкой. Неопознанное существо резко перемещается, появляется и исчезает. Тоже совершенно внезапно. Этому удивляться не приходится. Любой музей – это сборник, копилка старых вещей. Когда пятно видели в последний раз, оно было уже не серым, а белым. Смотрители недоумевают. Что же на самом деле происходит в музее? Это может быть душа умершего человека, но когда он умер, нам неизвестно. Но судя по всему, что этот фантом перемещается по музею, человек либо здесь бывал, либо он был действительно сотрудником этого музея, либо здесь что-то произошло. Как объяснить это чудо? Есть ли жизнь после смерти? Вадим и Наталья Свитневы убеждены, что есть. Прошло уже три года после гибели их сына Димы, но они до сих пор продолжают с ним общаться. Родители рассказывают. Сначала умерший общался с ними через обычный радиоприемник. А теперь для того, чтобы достучаться до небес, достаточно всего лишь иметь мобильный телефон, компьютер и доступ к интернету. Выше! Выше! Это последние видеозаписи петербургского студента Мити Свитнева. Вместе с друзьями он проводит шутливый спиритический сеанс. Ниже! Я вас должен просветить. Давайте, на счет три. Потерпите вот так пальчиками. Родители Мити уверены, спиритизмом их сын увлекся не случайно. После того, как он разбился в автокатастрофе, его дух общается с родителями с того света. Митя нам говорит, я прежний. Родители Мити, Наталья и Вадим Свитневы, изобрели небесный телефон. Мы с Натальей прекрасно знали, что такой опыт в мире существует. Это называется феноменом электронного голоса. Считается, что если взять обычный радиоприемник, настроить его на эфир в свободном диапазоне и записать эфирный шум на магнитную пленку, будут слышны потусторонние голоса. Защитники этого метода утверждают, так голоса мертвых прорываются в мир живых. Поймать в эфире голос сына таким образом Свитневам не удалось. И они изобрели собственный способ. Способ инструментальной транскоммуникации, который я назвал метод МНТР. С Свитневы смешивали фрагменты радиопередач разных станций, отслушивали их часами и, наконец, услышали сына. И мы вышли с Вадимом, и так огнились. Победа. Со своим сыном с того света Свитневы теперь разговаривают каждый день. Вот тут признаются родители. Митя предупреждает. В атаку идет высшая сила. Здесь он настойчиво советует. Любите нас. Любите нас. На их небесный телефон, говорят исследователи, иногда звонят даже высокопоставленные покойники. Например, Сталин разговор всегда начинает с приказа. Товарищу Свитневу ведите координату. Виден пытался приходить, троский пытался приходить, троский. Ну, особого желания с ними разговаривать не было. Оказывается, души мертвых к живым относятся пренебрежительно. Вообще нас называют хомосапиенсами. Священник Павел Островский общение с миром мертвых настоятельно советует прекратить. Это не только пустая трата времени, но и большой грех. Все вот спиритические сеансы, это все, конечно, безусловно, от дьявола. Мы решили проверить феномен электронных голосов. С помощью обычного микрофона мы запишем 10 радиостанций. Смиксуем их и посмотрим, можно ли услышать голоса мертвых. Мы записали несколько британских радиостанций. Парочку французских, одну итальянскую. Даже радиостанции на тех языках, которые не знаем. Записанный звук обрабатываем по методу Ситневых. Накладываем реверберацию, а потом треки один на другой. Один трек. Два трека. Три трека. В этой какафонии звуков, как будто действительно слышны человеческие голоса. Психотерапевт Владимир Файнзельберг объясняет. Родители после потери ребенка находились в так называемом индуцированном состоянии. И слышали то, что хотели услышать. Для этого нужно только желание и плюс мощная психологическая травма, которая настраивает мозг на восприятие. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Герой нашего времени Сергей Бодров-младший. Друзья покойного артиста до сих пор отказываются говорить о нем в прошедшем времени. У меня до сих пор нет такого ощущения в прошедшем времени. Дух Сергей, наверное, где-то рядом. Может быть, он нас слышит. Вадим Самойлов, солист группы Агата Кристи, старый друг Бодрова. Он верит в жизнь после смерти. Человеческое существо может существовать в различных формах, и не только в форме физического тела и человеческого существа на планете Земля. Обстоятельства схода ледника в Камановском ущелье 20 сентября 2002 года до сих пор остаются загадкой. Съемочная группа Бодрова оказалась под 300-метровым слоем льда и камней. Безусловно, мы все продолжали верить, что это какая-то там нелепая случайность, или, может быть, Сережа уехал, или, может быть, его там вообще не было. Страшная трагедия породила множество слухов. Одна из версий. Бодров-младший – жертва проклятия. Артист погиб после того, как его отец задумал снять фильм о Чингисхане. Древнее монгольское поверье гласит – проклятие Чингисхана настигнет каждого, кто потревожит память о кровавом властелине. Если бы с 7 утра, как было спланировано, начались бы съемки, может быть, не накрыло бы, но здесь мы предполагаем, Бог располагает. Лучшие московские медиумы заявляют – дух гениального актера не может найти упокоения. У них есть ответ на вопрос, что же на самом деле произошло в Кармадонском ущелье. Медиум Тиля Абдрашитова говорит, что с младенчества обладает даром видеть и слышать духов умерших людей. С детства я уже видела призраков, духов. Экстрасенс признается – уникальный дар ее кормит. Постоянные клиенты – люди, у которых трагически погибли родственники. Сеанс общения с умершим стоит от 5 до 50 тысяч рублей, в зависимости от сложности контакта. Тиля вызывает духа на связь и задает ему вопросы. Так, пытаемся вызвать дух Сергея Сергеевича Бодрова. В нашей программе трое лучших медиумов Москвы – Тиля Абдрашитова, Юрий Оленин и Татьяна Караханова – обещают раскрыть все тайны гибели Сергея Бодрова. Там начинаете представлять, просто лежа, что вы вот так плывете, то есть просто хотя бы ваши руки. Фотомодель Мария Форца показывает, что нужно сделать, чтобы душа вышла из тела. А в пальце, возможно, все, что угодно. То есть хоть на Луне вы окажетесь, хоть у соседей, хоть у себя дома. Такое состояние Мария называет выходом в астрал. Она утверждает секрет этого танца «Крост». Нужно уметь управлять своим сознанием во время сна. Проблема – туда выйти и удержаться там. Мария Форца выходит в астрал уже 15 лет. Отделять душу от тела ее научил экстрасенс Михаил Радуга. Я встретился со всеми интересными людьми, которых только можно было встретить. Наполеон, Сталин, Гитлер. Михаил утверждает, в нетелесные путешествия – это единственный способ заглянуть в мир мертвых. Выходить на связь с ним. И учит Радуга за три дня и всего за 3000 рублей. Ты вот видишь человека, ты можешь его потрогать. Там вплоть до запаха ты можешь пору на лице разглядеть. Глеб, руководитель торгово-производственного отдела небольшой фирмы, прошел курсы Михаила Радуги. Я вышел из тела, прогулялся по своей квартире, посмотрел в зеркало. Супруги Александр Колосков и Ирина Романенко в астрал выходят практически как лень. То есть можешь открыть дверь, находясь, например, в городе Москве и попасть в город Тамбов. Вот как это делается. Для того, чтобы выйти в астрал, нужно определить тонкую грань между сном и бодрствованием. Для этого утром, когда вы просыпаетесь и открываете глаза, нужно сознательно погрузиться обратно в сон и сосредоточиться. Пытайтесь прокрутиться, не пытайтесь увидеть, не пытайтесь почувствовать тело. На курсы Михаила приходят и те, кто пережил клиническую смерть. Очень многие переживали одновременно и внетелесный опыт, и клинические пресмертные видения. Они все говорят, что это одно и то же. Далее в программе. Как выжить после клинической смерти? Скажи привет всем зрителям. Как вернулся с того света знаменитый профессор Мариарти? Пошел вверх, 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 начал ладонями сдерживать. Что на самом деле происходит на грани между жизнью и смертью? Стоит Иисус Христос прямо на горочке. Как долго скитается душа человека? На третий день душа отправляется к Богу. И что пообещал дух Сергея Бодрова? Ну, скоро я вернусь. Я раскрою все тайны. Олечка! Ну-ка, давай вставай, вставай, вставай. Тебе Саша пришел. Давай вставай. Скажи привет всем зрителям. Николай Караченцев пережил клиническую смерть 6 лет назад. После той самой автокатастрофы, из-за которой он до сих пор частично парализован. Скажи, я еду в Израиль на восстановление. Знаменитый артист пролежал в коме 26 дней. Рассказы Караченцева о том, что он видел, понимает только супруга Людмила Поргина. Он рассказывал, что там прилетели мужчины, вообще его взяли. Они полетели. Что там прекрасно. Видел маму, папу, своих молодыми. Говорит, ну там, говорит, это не жизнь. На том свете артисту дали указание, как жить на свете нынешнем. Через полгода после операции он настоял на венчании. Я хочу, чтобы перед Богом мы с тобой были муж и жены. Несмотря на плохое состояние, актер выставил на ногах весь обряд. Один из ваших братьев, журналист, сказал, он говорит, что не дура, поставили больного человека, и вот показывает по телевизору, как он стоит. Я говорю, нет, он не дурак. Он ранен, пришел к Богу и привел меня, как свою жену. Эксперимент нашей программы продолжается. Лучшие медиумы Москвы вызывает на связь дух Сергея Бодрова. На замке засовы откройтесь, двери в сумочный мир откройтесь. Что чувствовал актер в день гибели? Очень было хорошее ощущение. Были съемки, настроение было приподнятым. Сопоставим слова о Ленина со словами медиума Татьяны Карахановой. Он спешил жить. Это поспешность виновна в его гибели. Он никого не обличает, никого не обвиняет. В каком состоянии он сейчас пребывает? По голосу, по вибрации голоса ему неплохо, но, возможно, чуть душно. Скоро я вернусь. В 2025-м я появлюсь в Рязанской области и досниму свои фильмы. Наследница калмыцкого шамана Дири Абдрашитова рекомендована нам как сильнейший специалист. Говорят, она никогда не ошибается. Мы хотим узнать, как ты умер. Медиум чувствует, дух погибшего уже здесь, в комнате. Он стоит за спиной корреспондента. Я смотрю, вам холодно. Это как раз присутствие Бодрова сейчас. Почему-то он решил выйти именно к вам. Экстрасенс заверяет, дух Сергея Бодрова рассказал ей о трагедии. Шум, грохот. У меня всем человеком. Помещение одного сносит прямо у входа. Медиум пересказывает факты, известные всем из новостей. Но может она права? Как проверить? Мы проводим смелый эксперимент. Это моя фотография в гробу. Мои коллеги сообщают одному медиуму, что я ушел на тот свет. Ее зовут Диля. Сейчас за этой дверью она вызывает мой дух на связь. Ой, мама, я смеюсь, что меня толкает. Говорит, я не умер, я живу. Сенсация. Неужели эта женщина действительно способна беседовать с духами? Старые семейные фото. Кажется, на них все довольно знакомо. Родные и друзья, с которыми столько лет прожито и столько вместе пережили. Но иногда на обычных фотографиях проявляется то, чего не видит человеческий глаз. Странные полупрозрачные фигуры и загадочные знаки. Что это? Напоминание о грехах прошлого? Предупреждение о грядущей опасности? Или всему этому есть более простое объяснение? Считается, в объектив фотоаппарата может попасть то, что человеческий глаз увидеть не способен. На этом снимке привидение берет за руку одну из подруг. Тут призрак смотрится в зеркало. Здесь выглядывает из-за плеча однокурсников. А на этой фотографии привидение стоит у девушки прямо за спиной. А вот еще серия фотографий. Спящий на кровати человек, видимо, даже не подозревает, что, а вернее, кто находится рядом с ним. На самом деле страшный призрак, который вы только что видели, выглядит вот так. Вырезаем из обычного тюля фигуру в форме человека и привязываем ее на нитку. Теперь берем обычный мобильный телефон и начинаем съемку призрака. Если поместить кусочек тюля в луч света и приблизить достаточно близко к камере, то расфокусированный силуэт очень похож на привидение. Сделать такого призрака может каждый. Но далеко не все факты можно объяснить так же легко. Деревня Барсуки в Калужской области пользуется дурной славой. Я с другом гулял, когда повесился мальчат. Здесь происходят невероятные вещи. Наташка мне все время говорит, говорит, Волк, здесь какое-то, бывает, привидение ходит. Призраков здесь видел практически каждый житель. Это привидение ходит где-то вот здесь, вот по краям. Бывает, под колеса бросается. Однажды вечером птичница Наталья Пятикова вместе с пожилой матерью шла вдоль кромки леса. В сумерках женщины увидели полупрозрачную фигуру солдата. У меня мамка полная такая вот. Бегать она, в принципе, не может. Но она так притопила. Здесь, на реке, по ночам многие видят фигуру маленького мальчика. Бегал по воде и плакал. В карьере рядом с деревней часто появляется призрак старухи. Сидела баба такая с белыми волосами. Много людей не видели. Однажды семиклассники Семен Тихомиров и Руслан Чайкин отправились в лес погребы. Руслан пошел за сено. Смотрю, он белый какой-то весь стоит. Мы обвернулись, увидели солдата в военном фото. У одного, по-моему, даже кисти не было. Мальчишки бросились домой. Приходит ко мне племянник Семен и говорит такое. Что, мол, солдаты туда-сюда какие-то хотят меня убить. В 41-42 годах под барсуками шли тяжелые бои. В самом центре деревни – братская могила. Ревентов, паснов. Много погибло. Даже стоять здесь жутко. Всего в этих местах погибло более 5000 советских солдат. Генерал-полковник Александр Белов, разгромивший фашистов под Тулой и тем самым не давший подступиться врагу к Москве, называл эту местность долиной смерти. Владимир Фокин уверен, именно духи павших воинов напугали племянника и его школьных товарищей. Какая-то же колдована у нас в деревне. Свет в конце туннеля видели многие люди, пережившие клиническую смерть. Еще они видели себя со стороны. Врачей, которые спасали им жизнь. Родственников, которые находились за тысячи километров. Самое странное, что в состоянии клинической смерти видеть могут даже слепые от рождения люди. О чем еще поведали те, кто вернулись с того света? И куда ведет таинственный тоннель? В глазах Мариарти я прочел неумолимое решение покончить со мной. Там же, у водопада. Вот эти руки, которые должны, так сказать, цепиться в горло. Виктор Евграфов, актер и каскадер, не раз переживал сценическую смерть. И один раз пережил смерть не по сценарию. Когда было падение, внизу оказался человек, и мы столкнулись. В 1995 году на съемках фильма «В империи Орлов» по роману «Дети капитана Гранта» актер получил серьезную травму. Евграфов и еще несколько каскадеров летели на канате над палубой корабля. Актер, он неадекватен, то есть эмоциональная волна его захватывает, поэтому здесь и это должны делать каскадеры. Актер, летевший перед Евграфовым, замешкался. И Виктору, чтобы не свалиться на коллегу, пришлось приземлиться не на страховочный мат, а на жесткую палубу. В результате травма легкого и позвоночника. Реанимация, клиническая смерть. Состояние фактической остановки кровообращения. Клиническая смерть – это обратимый этап умирания. Переходный период между жизнью и смертью. В среднем это где-то 5 минут. Тогда этот процесс гибели мозга становится необратимым. Лежа на операционном столе, актер видел, как выходит из собственного тела. Видел туннель, такую, ну как могила мраморная такая. И что-то жалко стало себя. Виктор вспоминает, он всеми силами упирался и пытался вылезти из могилы. Я говорю, я не хочу, у меня мать, она не сможет без меня. Я не хочу не забирать меня, я не хочу. Говорю, это какая-то футболка такая. Я полетел вниз, глаза открыли. Инженер-физик Национального института авиационных технологий Эмиль Бекташев изучает феномен электростатической левитации. Эффект Бифельда-Брауна. Платформа поднимается в воздух при напряжении в 50 тысяч вольт. Бекташев уверен, чтобы поднять в воздух летающую тарелку диаметром 4 метра, нужно напряжение в 10 миллионов вольт. Задача не из простых. Возможно, именно здесь кроется разгадка НЛО. Физические явления, которые находятся на границе познания, где наука сталкивается с необъяснимым. Еще недавно он был атеистом, пока не пережил клиническую смерть. Меня как будто вытолкнуло из тела. Проблемы с сердцем у Эмиля Бекташева были с детства. Сильное волнение могло спровоцировать серьезный приступ. В 90-м году лаборатория, в которой молодой ученый круглосуточно обрабатывал экспериментальные данные, оказалась на грани закрытия. У Эмиля остановилось сердце. Голос меня спросил, что ты хочешь? Я говорю, увидеть Бога. И мне показали. Эмиль уверен, он один из немногих смертных, кому удалось увидеть Бога. Мне показали его в виде звезды, золотистой звезды, очень похожей на солнце. Мне сказали, что еще рано, и тебе надо еще выполнить свою задачу. Жена физика Тамара тоже перенесла клиническую смерть. Тоже остановка сердца и встреча с Богом. Стоит Иисус Христос прямо на горочке. И он меня как бы вот так вот провожает, мол, иди как бы. Супруги говорят, после клинической смерти у них открылся дар ясновидения. Теперь они принимают клиентов. Мы будем говорить сегодня о том, чего нам больше всего не хватает в нашей жизни. Это Валерий Чигинцев. Шоумен и конферансье. Его сердце останавливалось на 6 минут. Предельное время, когда клетки тела еще могут жить. Когда наступила клиническая смерть, наступила полная тишина. Перед новым 2009 годом шоумен не спал несколько суток. Одно за другим выступление. 7 чашек кофе и 2 пачки сигарет в день. Сердце не выдержало. Передо мной было такое черное поле. Коридором его сложно назвать. И вдаль улетающие стекла, ну как бы от лобового стекла. Светлана Чигинцева запечатлел на фотографиях каждый шаг мужа, сделанный на пути к победе над смертью. Вот и случившееся потом. Вот я был такой очень красивый. Он снова неразлучен с микрофоном. Но со сцены Чигинцев смотрит уже по-другому. Я обрел разум, я обрел рассудок. Я обрел себя и стал аккуратен в профессии. Бывший профессиональный самбист Александр Пьяник тоже начал другую жизнь после смерти. Человек как матрешка, астральное тело, тело чувственности. Бутхическое поле, поле любви. В 90-х Александр занимался мелким бизнесом, повздорил с конкурентами. В результате конфликта с криминальными структурами я упал с девятого этажа. Самбист вспоминает. Он потерял сознание в тот момент, когда упал на асфальт. Я выпал, и вот хоп, и завис. И потом как бы хоп, оказался уже над собой. И уже вижу себя сверху. Александр утверждает, даже в реанимации он отчетливо видел себя со стороны. И слышал все, что говорили врачи. Смысла нет. Можно позвать родственника и решить, что делать, потому что это не жалеть. Собственно, это медицина без сил. Тяжелейший перелом позвоночника и разрыв внутренних органов. Выходил практически безнадежного Александра Дед. С тех пор у него к врачам одни претензии. Я врачей ненавижу за то, что они тысячи людей уничтожили по стране. У служителей церкви свой взгляд на путешествие души во время клинической смерти. Не так важно. Видишь ты себя со стороны или не увидишь себя со стороны. Как там душа налетает, или она там ползает по стенам. Совершенно неважно. Ясно, что душа должна быть готова к встрече с Богом. Мы видим пациента, который без сознания. В коме. Реаниматолог Эдуард Николаенко с явлением клинической смерти сталкивается часто. Если я сейчас прекращу подачу лекарств, которые поддерживают функцию сердца, и прекращу вентиляцию легких аппаратов, жизни не будет. Этот мужчина впал в состояние комы после тяжелой автокатастрофы. Может быть, что он потом нам станет рассказывать, что он что-то видел, потому что на входе вот в это тяжелое состояние, в это тяжелое, в эту ком, были расстройства, которые приводили к каким-то видениям. К рассказам пациентов о свете в конце туннеля доктор медицинских наук относится скептически. Так называемое туннельное зрение, когда нарушается функция определенных структур, по крайней мере, тех клеток в головном мозге, которые создают эти зрительные образы. Когда они работают ненормально, то там уже возможны всякие аномалии. В 2002 году в нескольких английских клиниках стартовал необычный эксперимент. На протяжении восьми лет в реанимациях и палатах интенсивной терапии были разложены картины. Так, чтобы их можно было увидеть только с верхней точки, но не с операционного стола. Предполагалось, что человек, переносящий клиническую смерть, сможет описать, что изображено на картинах. Из большого числа пациентов никто не рассказал о том, что он увидел из картины. Согласно народному поверью, призрак – это душа, которая не нашла упокоения. О том, что происходит с душой человека после смерти, точно не может сказать даже священник. Ведь душу никто никогда не видел. Вот так же, как мы никогда не видели свой ум, поэтому является конкретно душа, или просто это видение, которое Бог посылает, чтобы мы помогли этой душе. Вот, это никто, конечно, не знает. Но по преданию церкви, душа на земле долго не задерживается. На третий день, значит, душа отправляется к Богу. Это такой особый, такой, именно, для него важный момент. Поэтому мы начинаем молиться за нее. И, собственно, до 40-го дня. 40-й день считается особым и самым важным, потому что 40-й день определяет свою участь. Я раскрою все тайны. Остановить биологические часы невозможно. Рано или поздно любой человек взрослеет, стареет и перешагивает черту, которая отделяет жизнь от смерти. Как остаться вечно молодым, не знает никто. Кроме одного человека, простого инженера из Москвы, Вячеслава Климова. Генетические исследования показали, с годами он не стареет, а наоборот, молодеет. Как живет российский Бенджамин Баттон? Неужели старость и смерть ему не грозят? И как он повернул время вспять? Сердце инженера Климова останавливалось на 4 минуты. Я увидел две фигуры. И вот когда я пролетал мимо, они в этот момент подняли какие-то вот трубы. И я услышал такой низкий гул. Климову было всего 15. Когда они вместе с другом взяли из гаража отцовскую машину и поехали купаться на озеро. Машина вылетела на обочину и загорелась. Климов был доставлен в больницу с ожогами 70% тела. Друг сгорел заживо. Когда я посмотрел на себя, каждый пальчик был замотан этим бинтами. То есть весь я был обмотан, как ими фараонов. Но все это, как считает Климов, подарок судьбы. Он уверяет, после клинической смерти его биологический возраст уменьшился на 20 лет. Привет, привет! Оставался! Вячеслав Хмельницкий – одноклассник Климова. Им обоим по 48. Славя обычно давит от 30 до 35. Не больше. Такое ощущение, что только вышел после школы. Вторая молодость Климова – предмет для пристального изучения геронтологов. Они решили определить его биологический возраст. Сначала проверяют состояние лёгких. Затем способности слуха. Теперь тест на внимательность. 16, 17, 18, 19, 20. Результат не заставляет себя ждать. Меньше. На 10 лет зрения. На 6 лет слух. Ну, порядка 40 лет. Учёные говорят, это никакая не сенсация. Разница между биологическим возрастом и датой рождения в паспорте встречается часто. Нам нужно будет заниматься более серьёзными делами. Не показывать. Смотрите, как я молодой. Вы поняли, да? На самом деле, Вячеслав Климов уже давно забросил простые человеческие дела. После клинической смерти он стал профессиональным охотником за привидениями. Это самый распространённый прибор среди охотников за привидениями. Магнитометр. Если значение на табло резко зашкаливает, значит, вы находитесь в аномальной золе. Или рядом с вами только что прошёл призрак. Магнитометр – не единственное средство обнаружения. Привидения фотографируют, снимают на видео, с ними даже разговаривают. Неужели они в самом деле живут среди нас? Дом популярной певицы Юлии Чечериной стоит в нехорошем месте. В этих краях проходили бои во время Второй мировой войны. Певица пригласила к себе специалистов по аномальным явлениям. Ей кажется, что по ночам по дому и за окнами ходят призраки. Можно попытаться выйти с ним на контакт, потому что, понимаешь, духи-призраки, они рады общению. Первые замеры магнитометрам показали. В доме певицы и вправду есть нечто. Приборы просто бешено себя ведут. Геомагнитный фон в норме только в подвале. Ну-ка, а в туалете можно? А на втором этаже магнитометры зашкаливают. Видно? 473, да? Такие, вот это интересно уже. Это, знаешь, как в аномальной зоне, вот такие же значения, например. Охотники за привидениями принимаются за работу. Я мурашками покрыла. Но дать чёткий ответ, есть привидения в доме звезды или нет, исследователи так и не смогли. Если создаётся вот такой цифровой резонанс, это может вызвано тектоническими разломами. А может привидениями? А может и так. Магнитометр, которым пользуются охотники за привидениями. Это прибор для измерения электромагнитного поля. Геолог со стажем Владимир Коротков говорит, магнитометр реагирует отнюдь не на привидения. Магнитометр будет фиксировать магнитные свойства поверхности Земли. Физик Кирилл Ненарокомов объясняет, почему могут скакать показания магнитометра. Десять лет назад в грунт выброшенный автомобильный диск металлический. Или просто здесь какая-то линия проходит. Лэб поблизости, да. Огромное количество факторов, которые могут влиять на поведение приборов. Я расстрою все тайны. Это одно из самых известных привидений страны. По дороге в Подмосковную Ткарино 19 лет назад разбился свадебный кортеж. С тех пор местные жители рассказывают о призраке невесты. Мы сейчас проверим, собственно, есть ли здесь что-то полтостороннее. Совершенно разные специалисты. Участник исследовательской группы Неман Илья Сагляни, охотник за привидениями Вячеслав Климов, экстрасенс Геннадий Эль и целительница Норзабарян обещают разобраться с призраком невесты раз и навсегда. Вот она сейчас прямо, я там вижу фантом, она плачет, умоляет, сделайте что-нибудь. Экстрасенс Геннадий Эль говорит, кроме погибшей невесты, призраков здесь бродит немало. Что касается сущностей, которые здесь появляются, здесь их четыре точно есть. Избавить несчастную от мучений он готов прямо здесь и сейчас. У него своя методика. Все, пошел процесс. Я думаю, она уйдет через сколько? Через неделю полностью. Коллега Геннадия Норзабарян уверена, от призраков так быстро не избавишься. Я работаю рамками. У меня чувствительность несколько раз повышена. И я чувствую, что дух невести остается здесь. Геннадий Эль возмущен. Результат исследования мага Владкарина неутешительный. Привидение на месте экстрасенсы в ссоре. Врач-психиатр Владимир Файнзельберг знает, почему столько шума. Турят людей и зарабатывают деньги на этом. Мы нашли способ сделать призраков похожим на тот, который видели на Латкаринской дороге смерти. Эта сетка Рабица. Она продается на любом строительном рынке. Сейчас мы покажем, как за 10 минут можно сделать полупрозрачный силуэт. Особенность этой сетки в том, что она очень пластична. Настолько, что ей голыми руками можно придать практически любую форму. Даже форму человека. Два метра сетки, несколько царапин, и мы получаем вполне сносного призрака. Осталось выяснить, как будут реагировать обычные водители, увидев это чудо на дороге. К нашему разочарованию. Призрак водителя не то что не напугал, а даже не заинтересовал. Лучи солнца выдавали сетку Рабице. Вот он. Нужно ждаться захода солнца. Тогда наш призрак станет более призрачным. Мы решили усилить эффект с помощью полупрозрачной ткани, надетой на призрака. Из окна машины призрак действительно производит впечатление. Водитель этого внедорожника резко тормозит. Однако, рассмотрев подделку, срывается с места и уезжает. После того, как мы надели фату, интерес к нашему привидению заметно усилился. Видимо, водители стали его замечать. А этот водитель оказался менее сдержанным. Он вышел из машины и проверил привидения на прочность. Далее в программе. Раскатка призрака из музея Тольятти. Оно как-то вот продефинировало наверх. Существует ли привидения на самом деле? И стоит ли их бояться? Вот здесь, короче, она нанесла нам 13 ударов. Удалось ли потомственному медиуму вызвать дух нашего репортера Кирилла Малахова? Это моя фотография в гробу. И существует ли загробная жизнь? Никто оттуда нам письма не посылал. Я расстрою все тайны. Аура в переводе с греческого означает дуновение. Сейчас у этого слова существует множество значений. Это и оптический обман, и симптом эпилептического заболевания, и философский термин, обозначающий уникальность произведения искусства. Но чаще всего аурой называют энергетическую оболочку, которая якобы окружает человека. До сих пор ученые спорят, есть ли она. Профессор Константин Коротков утверждает, что аура существует, и у него есть неопровержимые доказательства этого факта. Перед вами первый в мире прибор, который за пять минут выполняет полную диагностику состояния организма по молекулярному составу пота. Изобрел его наш соотечественник, профессор Константин Коротков. Значит, ваша задача – ставить пальчики. Вот, бьем... Большой пальчик. Большой пальчик, да. Результаты экспресс-теста выводятся на экран компьютера в виде вот такого свечения вокруг человеческого тела. Многие называют его аурой. В процессе работы над чудомашиной Коротков сделал открытие. Это свечение исчезает лишь через несколько дней после смерти человека. В процессе смерти не происходит мгновенного изменения вот этого свечения. Происходит плавный переход. Загадочное свечение полностью прекращается на девятый день. Те данные, которые мы получили, говорят о процессе расставания физического тела вот с духовной сущностью своей. Но в церкви говорят, поминки усопшего на девятый день – это всего лишь традиция. Это не может являться каким-то таким определенным четким догматическим учением церкви, потому что, конечно, никто оттуда нам письма не посылал. Неужели прибор Короткова действительно способен измерить душу? Интересно, что целители-экстрасенсы покупают у Короткова аппарат по измерению ауры за 150 тысяч рублей. Зачем? Эту женщину зовут Ангела. У нее нет медицинского образования. Но людей она лечит. Результаты молекулярного анализа показывают, не сломаны ли чакры и биополе человека. У нашего корреспондента обнаружен сдвиг энергетических каналов. Исправить все это безобразие Ангела готова, не вставая из кресла. За тысячу рублей. Игорь Емельянов несколько месяцев подряд безуспешно искал того, кто мусорит у него на площадке. Так, никого я не поймав, он повесил в подъезде камеру наблюдения. И они зафиксировали такое, что многие жильцы теперь вообще боятся покидать свои квартиры. Кирилл Малахов отправился в заколдованный подъезд и попытался понять, чего они так испугались. Инженер из Петербурга Игорь Емельянов установил в подъезде скрытую камеру. Хотел улечить соседей в хулиганстве. Вот здесь, короче, она нанесла вам 13 ударов, а здесь 210. Игорь поймал не только излишне экспрессивных соседок. На этих кадрах камеру видеонаблюдения из ниоткуда появляется полупрозрачная фигура. По камере видно, что он выходит из подвала, меняет свою форму, поднимается по ступенькам, потом немного поднимается по стенке и уходит сквозь стену. Игорь потрясен. Привидение бродит всего в двух шагах от дверей в его квартиру. Если бы это был какой-то клубок пыли или пуха, он бы не ушел бы сквозь стену. Неужели это правда? Почему привидение выбрало именно этот подъезд? Здесь причины могут быть самые разные. Мы привели к Игорю специалистов по аномальным явлениям. Эксперты по нечисти пленку с привидением на лестничной клетке изучали внимательно и долго. Вот, смотрите, наверху. Да, видим. Но в том, что на экране действительно призрак, они сомневаются. Очень похоже на какой-то объект перед фокусным расстоянием камеры. У вас тут в дом муравей не водится домашний? При помощи клочковатой охотники за привидениями решают проверить версию с фокусным расстоянием. Результат не заставляет себя ждать. Такое же мутное пятно появляется. Абсолютно такое же мутное пятно. Игорь разочарован. Со своим привидением ему не хочется расставаться. Да, жалко. А я думаю, что-то такое удалось снять. Секрет знаменитого призрака Тольяттинского музея на самом деле объясняется так же просто. Напомним. Серое пятно перемещалось по залу музея, пугая смотрительниц. Оно как-то продефилировало наверх, повисело под самым потолком и спокойно спустилось. Профессиональный установщик камер видеонаблюдения Дмитрий Лавров говорит, этот призрак, скорее всего, муха, которая ползает по объективу. Движения характерные, резкие. Появления и исчезновения внезапные. То ли муха, то ли какой-то таракан или мелкий жучок попал именно в закупольное пространство и скачет там. Но пока не побрет, будет скакать. Я раскрою все тайны. Продолжаем эксперимент. Лучшие медиумы Москвы специально для нашей программы. Пытаются доказать, что они могут выйти на связь с миром мертвых. Напомню, мои коллеги показали медиуму Диле вот эту вот фотографию. Сказали, что я, Кирилл Малахов, отправился на тот свет. Сейчас она вызывает моего духа на связь. Мне остается только стоять за дверью и ждать своего часа. Так, Кирилл, скажи нам, что с тобой случилось? Очень быстро как-то все. Прям сводился, подкосились ноги. Сначала, мне кажется, медиум нас раскусило. Ой, мама, извиняюсь, что меня толкает. Говорит, я не умер, я живой. Но вскоре становится ясно. Это было лишь предисловие к спектаклю. Он кричал на меня. Сказал, ты что, сука, не видишь? Как тебе плохо? Пришлось разоблачаться в кадре. Да жив я. Жив. Живых людей на том свете нет. На том свете только покойники. А как я там оказался? Это, собственно, наш Кирилл. Мне интересно, как мне там на том свете живется? Вот спасибо. Прошли, сделали мне антирекламу, блин. Дили объясняет. Она не ошиблась, а разглядела будущее. Проклятие, которое тянется из замка, надо снять. Я не хочу карткой, ни в коем случае. И предупреждает на прощание. Вы зря так с ведьмами. Я раскрою все тайны. Есть ли жизнь после смерти? Достоверного ответа на этот вопрос найти не удалось. Тайна загробной жизни по-прежнему за семью печателя. Но одно ясно точно. Рано или поздно эту тайну узнает каждый. Меня зовут Анна Чапман. Увидимся на РЕН-ТВ ровно через неделю.